Приветствую вас. Я думаю, что мои коллеги, в принципе, уже сказали вам по теме, может быть, не прямо все, что можно было бы. Но я думаю, что как минимум большая часть сказала. Я бы хотел, пожалуй, вот со своей стороны обратить внимание ваше вот на что. Вы демонстрируете, на мой взгляд, довольно сильное противоречие в том, когда говорите, точнее пишите то, что пишете. С одной стороны, вы говорите, хочу, значит, развестись. И это вроде как понятно. Да? Вот. И с другой стороны, вы говорите, ну, чтобы не было скандала. Вот. Почему здесь противоречие? Потому что, когда вы говорите о том, что хотите развестись, это ваше желание. То есть, вот вы хотите развестись. Это вот то, чего вам хочется. Вот. Но, когда вы говорите о том, чтобы без скандала, то это вы уже говорите не про себя, а это вы уже говорите про человека, про вашего мужа. Вы говорите как бы здесь о том, что вам не хочется его, ну, например, не знаю, злить, например, да, или... Короче, короче, как-то вы думаете здесь о нем. И когда вы думаете о нем, когда вы свое внимание уделяете именно ему, да, когда вы вот переключаете свое внимание на него, конечно, вам становится сложно. Потому что вы отвлекаетесь и уже как бы внутренне в какой-то степени боретесь именно с другим человеком, с его реакциями, да, с его желаниями и так далее. Вот. Поэтому необходимо, чтобы вы опирались, или думали, или чувствовали в этом смысле только себя. Чтобы не было такого, что вы думаете еще о своем муже, например. Если вы хотите развестись, вы же когда, например, приходите в магазин, да, вы покупая товар, вряд ли думаете о продавцах, о том, чтобы купить товар подороже, чтобы продавцу, у которых у вас принимают заказ, ну, пошла какая-то денежка, вряд ли вы так думаете. Вы здесь в приоритет ставите себя и свое желание получить то, зачем вы пришли в магазин. Вот. То же самое и здесь, только здесь у вас это почему-то не работает. Следующее, на что хотел бы обратить внимание, и что, на мой взгляд, является, конечно, больше предположением, нежели чем каким-то выводом, но предположение это опирается на научную базу, во-первых, во-вторых, на опыт. А вы боитесь скандала, то есть это у вас называется страх, но хочу обратить ваше внимание на то, что идея, образ скандала появляется у вас. Даже если муж отличается тем, что устраивает скандалы, все равно о скандале прямо сейчас думаете вы. То есть, образ этого появляется у вас, он принадлежит вам. И это может означать, что поскандалить хочется вам. Для чего бы вам поскандалить? Ну, например, чтобы сжечь мосты и лишить себя какой-то возможности к нему вернуться, если вы находились в нездоровых, объективных отношениях. Например, проявить злость и агрессию, которая у вас могла накопиться за то время, что вы были, допустим, в браке или за то время, когда у вас конфликты были. Вот. И таким образом это проявить и выразить. Кто знает. Поэтому нужно это посмотреть и, если что, какие-то чувства прожить, конечно же. Вот. Ну и главный вопрос, который вам уже задавали и который все равно хочу задать я. А что такое в расставании с мужем со скандалом? Почему обязательно без него какое-то значение для вас имеет? Ну, в том смысле, что люди довольно-таки часто расходясь, да, испытывают не самые приятные чувства и сохраняют, как им кажется, целостность своей психики через обесценивание принижения партнера. Да? Что, в общем-то, и представляют из себя скандал. Так почему же, по вашему мнению, его не должно быть? Я имею ввиду скандал. Как вас это пугает? Если пугает, да, то как? Вот как вас это пугает? Пожалуйста, давайте тоже посмотрим на это. Может быть, если вы видите какую-то угрозу для себя в этом, ну что ж, с этой угрозой можно и нужно поработать для того, чтобы понять, на что вам нужно обратить внимание в себе, да, чтобы это перестало быть угрозой. Для примера, если человек, например, боится оценки, ну, ему кажется, что его осудят на что-то, да, вот, то помимо того, что человек, может быть, хочется самому кого-то осудить, да, это нормально. Вопрос в том, как мы обращаемся с этой потребностью. Вот. А очевидно, что здесь уделяется большое внимание вот именно мнению другого. Но, и оно нас пугает. Но почему оно нас пугает? Потому что мнение другого как бы нас определяет, мы зависимы от него. За счет чего? За счет того, что не опираемся на себя. Если мы опираемся на себя, если мы чувствуем то, что мы делаем, для чего мы делаем, как мы делаем, если мы ощущаем важность того, что мы делаем, нам легче сталкиваться с осуждением. Даже если оно присутствует. И нам тяжелее сталкиваться с осуждением, если мы ничего такого не чувствуем. Вот. Поэтому, вот, вам необходимо провести похожую работу, да, только вот в контексте своих отношений с мужем. Хотя, я думаю, что дело здесь не в мужа, а в целом, в том, как вы живете. То есть, очевидно, что здесь дело может не ограничиться проработкой ваших отношений с мужем. Очевидно, что вполне, может быть, речь пойдет об изменении в целом вашей жизни и о том, чтобы вы по-новому себя презентовали. Ну, как по-новому, в смысле, более естественно для себя. Вот. Я думаю, что вы хотите им устраивать отношения, ну, с другим мужчиной, да. Вот. Если вы вот с этим мужчиной разойдетесь, вы хотите, ну, другие отношения с мужчиной устраивать, чтобы вам было нехорошо. Для этого необходимо меняться. Если, 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 если не меняться, да, вот, то, в принципе, ну, ничего особенно не изменится, да. И вы просто, ну, можете, вот, повторить тот опыт негативный, который уже у вас есть. На этом все. Я надеюсь, что вам это было полезно и интересно. Всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь.